Продолжение следует... Для чего это делается? Дело в том, что вот такие срезанные верхушки рассады и послеукорененные, они после развиваются лучше, рассада такая крепче, растения вырастают более крепкими и дают в конце концов более хороший урожай, меньше болеют критом. Продолжение следует... Помидорам далась эта операция не очень легко. Видно, что некоторые ростки... Вот они. Видно, что листики немножечко некоторые подсохли, чуть-чуть пожелтели. Но, однако, помидоры быстро приспособились и выглядят в целом довольно неплохо. Я просто их полил после того, как воткнул в грунт. Больше я ничего с ними не делал. Сейчас уже немного видно, что они окрепли. Единственное, что я сделал, так это чуть-чуть порыхлил. На этот момент, по итогам недели, уже появились первые корешки. Вот даже сверху немного видно. Срезанная и укорененная рассада. Всю неделю стояла у меня в комнате, в тени, на расстоянии метра 3-4 от окна. И вот, только сейчас, я вижу, что уже корешки пошли, я начал ее выставлять на подоконник и на лоджию. И то, только когда, вот как сегодня, пасмурная погода, или в тенек ее ставить. Чтобы она постепенно начала привыкать к свету. Надеюсь, и дальше эта рассада, срезанная и укорененная, будет расти неплохо. И посмотрю, какой она даст урожай. Я так уже один раз сделал, результат был неплохой. Но требуется еще разочек посмотреть. Вывод такой, что укоренять рассаду можно, принимается она неплохо. Причем, я воду не ставил, сразу втыкал в грунт. Единственное, что я сделал, это полил чуть-чуть пообильнее обычного. И вот она через неделю выглядит примерно так. Ну, пожелаю этой рассаде и дальше расти неплохо.